всем привет привет добрый вечер друзья вы на канале дневник натали наконец-то я созрела как говорится сделать пельмени артур у меня уже давно давно просит а я все как-то не как но нет настроения на пельмени ну вот как-то сегодня на все гру давай и хочу попробовать новое тесто приготовить на кипятке говорят тесто очень хорошее получается видела на многих каналах и у наталии и о семья из россии пронькиных у многих девочек не буду перечислять вот ну и зашла тоже в интернет еще раз посмотрела нашла как правильно приготовить именно это тесто оно такое эластичное получается показывает пельмени не разваривается но конечно я очень хочу попробовать приготовить что для этого мне надо сейчас я вам покажу а немножко забыла почему я так выгляжу я смазывала волосы репийным маслом не волосы ну корни волос репийным маслом одела шапочку и так вот мне нужно в шапочке два часа проходить а так чтобы время не было впустую решила за эти два часа приготовить пельмени и давайте сейчас я вам покажу что мне для этого нужно вот что мне для этого понадобится мне вот я даже открыла в другом телефоне себе подсказочку с рецептом вот сейчас я вам прочитаю нам нужна вода 250 миллилитров кипятка мука пшеничная 450 500 грамм но в зависимости от муки растительное масло две столовые ложки вот масло я уже подготовила одно куриное яйцо и соль две трети чайные ложечки все вот у меня уже мука просеянное яйцо и я уже закипятила воду и сейчас мы с вами начнем замешивать тесто потому что тесто нужно отдохнуть полежать чтобы она мука раскрыла всю свою клейковину чтобы тесто тянулась и было эластичным а затем мы приготовим с вами фарш у меня вот крутой кипяток залила дальше сразу идет соль подсолнечное масло две столовые ложечки размешиваем соль у нас разошлась и добавляем нашу муку всыпаю муку часть муки и сразу размешиваем работать нужно аккуратненько вот так вилочкой потому что это же кипяток чтобы не обжечься и вот сейчас мы добавляем наше одно яичко и все замешиваем тесто яичко уже наше не сварится вот такое у меня получилось тесто я насыпала на стол муки выкладываю и замешиваем как обычно на пельмени тесто тепленько ну вот друзья вот такое у меня тесто получилось мягенько и сейчас мне нужно или в пакет положить или обвернуть пленкой не не имеет значение и оставляем с вами его на полчаса пищевая пленочка пусть она себе отдыхает все оставляю его и переходим к фаршу у меня будут пельмени со свининки здесь у меня говяжий фарш и и вот у меня две такие средние луковицы я просто без всяких погромовок перекручу мясо добавлю лук посолю поперчу добавлю немножечко водички для сочности и все если у меня останется фарш я его подпишу что это пельменный фарш положу в морозилку и до следующих пельменей как говорится потом разморожу и начиню а сейчас я все это перекручу через мясорубку прошло полчаса я сделала фарш посолила поперчила вот добавила сюда водички он такой вот должен быть мягенький делать пельмени я не буду вручную а на вот такой форме эта форма у нас путешественница мы когда жили в Израиле заказали знакомым они нам ее купили на Украине и привезли в Израиль в Израиле мы на ней пельмени наверное пару раз я приготовила и все не было времени пельмени потом покупали готовые там были вкусные пельмени вот я сейчас достаю тесто вот такое оно получилось красивенькое и так сейчас разделю на части на кружочки посмотрим надеюсь все будет отлично вот так я поделила тесто на 8 частей если будут края я тоже их перемешаю и раскатаю на пельмени и сейчас я вот раскатаю пласт посмотрим посмотрим мне очень интересно какое тесто получается вроде раскатывается хорошо я раскатала уже два пласта два шара и вот смотрите мне нужно обязательно очень-очень хорошо присыпать нашу формочку вот так прям чтобы не прилипало вот так прям и мы вот так вот наше тесто на формочку и сейчас я вам покажу вот смотрите и очень быстро начиняем фаршем вот так чайную ложку набираем и помогаем пальчиком вот так чайной ложечки и ложечкой и пальчиком и вот так ложечка не острая не пробьет тесто надеюсь что тесто у нас эластичное посмотрим первую партию может не надо так тоненько раскатывать а может и все отлично главное чтоб мясо было в каждой ячеечке ну чтоб не выходило за ячейки ну вот смотрите я наполнила вот так вот закрываем просыпаю мукой и вот так вот придавливаем чтобы оно вырезалось со все так друзья вот водичка закипела пельмешки погрузили как всегда с лаврушкой без лаврушки пельмешки не варим ну черный перчик пойдет после тут осталось немножко сейчас Наталья Романовна еще там до месяц и то уже заморозим на потом ну как то так так что скоро у нас будет ужин 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 так друзья ну что маслечко я положил теперь будем снимать пельмешечки все целые аккуратные не развалились о не один дырявый есть вижу то Наталья Романовна сильно тонкое тесто сделала филонит говорит какая красота да ты что тратата сейчас я буду кушать сейчас меня покормят а то опять с самого завтрака утреннего ничего не кушал и тот он не завтрак так вот кофе с бутербродом ладно буду о второй нашел разваливающийся ну без этого никуда буду дальше продолжать потом увидите все вот ребятки такие пельмени у нас получились мы маленько переварили случайно ну в общем они у нас не получились но кушать мы их такие все равно будем деваться некуда не выбрасывать же да с перцем но не знаю мы думаем что это полностью наша вина а не тесто в следующий раз попробуем переделать ну а на этом всем ну ты хотя бы попробуй привыкли магазины постоянно их долго варить замороженные да а тут не замороженные их долго варить а тут блин раз и оно уже готово и плюс еще пока в миске лежали дошло сейчас пробуем со сметанкой с черным перчиком ну фарш немножко специи каких-то не хватает может быть зеленушки или не знаю но так вкусненько а тесто на вкус тесто на вкус классное ну в общем мы еще раз попробуем по этому рецепту приготовить тесто мы уже будем более следить ну все друзья всем пока пока до следующих встреч в следующих встреч в следующих встреч в следующих встреч